друзья всем привет сегодня четвертый день как мы приехали я только в себя пришла два дня я вообще лежала знаете себя приходила и не могу вот приехать и знаете сразу с налету заниматься своими делами там эту погружаться в свою обычную деятельность мне надо время как бы голова соображает где ты сейчас находишься чемоданы распаковать понять что ты делал и у меня еще такое бывает когда он где-то ездим я уже домой когда приезжаю ну даже из поезда когда я одна езжу я приезжаю домой вожусь спать утром просыпаюсь я не понимаю где я первый момент такой ой а где я в отеле в аэропорту ой так и оказывается дома ну как бы мозг еще не может перестроиться и еще не понял что ты приехал домой поэтому у меня такая ситуация мне нужно время на все это так решила я съездить сегодня в сан francisco потому что видео я там сказала что многие люди когда живут у воды у океанов и морей они туда не ходят годами потому что семья работа нету отпусков здесь в америке больших и выходные дни люди стараются использовать там с детьми еда провести как-то время какие-то дела в конце концов сделать и поэтому вот и опять же я все время повторяюсь я ведь говорю только о себе друзья у каждого тут и конечно же своя история своя семья свои интересы я себе говорю и мне когда пишут не постоянно люди ездят в океан чуть ли чуть ли не каждую неделю и купаются и по берегам ходят и в хайки ходят и я опять же говорю сушите ну вот я вот здесь живу 50 минут от сан-франциско и у меня улика родственники здесь и наши женщины из снг и вы знаете редко ездят на океан во-первых хайк это единичный случай кто ходит вот я кристину одну знаю которая постоянно ходит в хайк я бы тоже ходила здесь в калифорнии но я боюсь понимаете если я иду в хайк одна то у меня мое внутреннее состояние не дает мне расслабиться я постоянно с опаской смотрю на людей которые идут напротив меня я думаю кто сзади меня идет господи не дай бог какой-то зверь выскочит и поэтому я вообще восхищаюсь кристиной что вот она так смело ходит молодец одна и получает удовольствие я не могу справиться со своим внутренним состоянием и поэтому когда мне в комментариях пишут что на океане чуть ли не каждый день бывают там ходят по трейлам и по берегам я опять же знаю только одну кристину которая вот смелая и регулярно этим занимается потому что на это нужно колоссальное количество времени это нужно доехать до этого хайка сходить в него прийти обратно сесть машину опять доехать вот у нас в питалуме я знаю есть хайки но до них надо ехать 25-30 минут это час на дорогу уходит и после хайка нужно прийти молодой здоровой и пол полной энергии еще что-то делать я прихожу с хайка я никакая мне нужен отдых взять компьютер в руки и сидеть отдыхать ты когда мексике была пошла парикмахеру я там и я еще такую красивую фотографию сделала когда сидишь надевает волосы тебе то такой красивый вид из окна и вот это карибское море и у нее такие голубые подушечки я поудалила эти фотографии вставила бы сюда и и ты сидишь смотришь на это и понимаешь что вот она карибское море такая красота я говорю ой как красиво она горит ну да конечно красиво но я говорить не хожу не купаюсь потому что она работает день и ночь у нее запись постоянно если какой-то выходной и тоже нужно какие-то свои дела там сделать и она горит я горит туалетные не успевай сходить потому что вся в работе она это карибское море только вот из окна смотрит некогда ей ходить туда опять же если ты хочешь пойти на море это тебе нужно туда доехать покупаться песка на себя на цепляте три килограмма купальник в полотенце во все вещи ты это все потом складываешь в машину потом это все осыпается у тебя в машине волосы вот такая культя от соленой воды и от этого песка и вообще это ненавижу ты их потом все чтобы привести в порядок тебе не знаю сколько надо средств применить и как это все обработать потом тебе нужно будет эту машину пылесосить эти вещи затаскиваешь домой с песком у тебя полный дом песка ты должен прибираться в доме и поэтому вот это вот красивая картинка карибское море шикарном цвете людям чтобы это использовать не всем нравится вот я лично ненавижу песок и для меня когда я езжу отдыхая все время горела и в таиланд и в мексику я как я там хожу как мормойка потому что волосы вот так вот от соленой воды постоянного этого купания песка в душ идешь там этот песок тебя сыпется как со старой перечнице потом это надо все мыть одежду эту всю протряхивать стирать это знаете какая волокита и поэтому это только все красиво звучит это мне написали в комментариях что ой как вы от океана уезжаете этаж ну как бы вообще глупый глупый совершенно поступок я там вот от питалумы до бадега бэй доехала за 30 минут у меня вопрос хорошо вы доехали на машине посмотрели на океан или выходили там по берегу смотрели на океан там холодище мама дорогая там нужно так утеплиться чтобы тебя не сдуло потому что океан это такая мощнейшая сила и у нас здесь северная калифорния здесь холодно в участке с юлей ездили на в тюрьму алькатрас господи этом так замерзла я думала я конце отдам я потом схватила эту горячий кофе в этой лодке то в этой в которой мы ехали я короче три или два стакана выпила залпом потому что я не могла согреться океан это все очень красиво конечно ресторане красиво сидеть сидеть погоду хорошую выбрать чтобы там не было такого сильного ветра а так там нахрен вас дует и продует и в этот океан на всю жизнь запомните и в конечно сан франциско в основном живут люди которые работают почему пенсионеры уезжают сан-франциско не в аризону не майами а вот сюда дальние вот такие деревеньки американские да потому что там холодно холодно очень часто океан рядом это северная калифорния вот я посмотрела думаю там не по написали как же вы от океана выезжаете и вот я решила сегодня поехать к океану потому что если ты живешь какой-то местности красивой океан рядом хайке ты должен пользоваться этим друзья пользоваться я себя корю за то что я последнее время вообще не пользуюсь калифорнии велосипеде я редко езжу по петалуме мне не интересно ездить я уже тут все объездила я езжу на велосипеде чтоб не было интересно сан-франциско я боюсь ездить столько дебилов там этих господи велосипеды у меня украли последний раз я брала электрический велосипед 70 долларов это такое мне дали это ведро с гвоздями как это говорится я так настрадалась я пришла только вся приехала психованная потому что этот велосипед он тяжеленный у меня цепь спадала этот шлем мне он дал он вообще у меня там не закреплялся и знаете у меня прямо отвращение даже появилась я себя постоянно корю что я этим не пользуюсь первых привыкаешь к местности мощно чего ладно сегодня не поехал завтра поеду завтра ты опять не поехал и так вот полетел вот и поэтому сегодня я решила все-таки это поехать попользоваться потому что я по последний раз вас юли в мае были сан-франциско а так из окна машины то я постоянно смотрю это все постоянно же проезжаешь воду путешествия мы сейчас ездили с реком сейчас ездили с юлей столько мы объездили вдоль океана специально ездили конечно из окна машины прекрасно смотреть но если ты уже выходишь на этот берег это уже вообще другая история я говорю там тебя из дует и песка полная не хочу свою машину вообще пачкать песком потому что приедут мне надо будет думать я не хочу так что я вам могу сейчас опять сказать вот читаете комментарии я не знаю это процентов там вот вот столичка потому что люди которые живут вот в таких красивых штатах не пользуются тем что имеют не пользуются ни погодой и красотой ничем я вот сделала видео что уезжаем и кого-то может быть я ты смотивировала кто-то живет в нашей местности что ой вот она от океана уезжает у меня океан то рядом так поеду ка я съезжу поэтому вы бы лучше бы написали вот так ой оля спасибо тебе большое посмотрела твою видео и подумала я ведь живу рядом с океаном а не было уже на нем пять лет и я сейчас собралась и доехала и посмотрела океан понимаете так никто не пишет все пишут да ты что уезжаешь от океана я вот сейчас туда-то ездила сюда ездила и постоянно езжу а сама вообще уже не ездила больше года а спасибо за мотивацию никто сказать не хочет у камня сижу вообще-то вы мне конечно очень много пишите очень приятных вещей какие-то видео кому-то там найти как бальзам на сердце в точку попадаешь как это говорят в триггер триггернула хоть это и не любят слова но она точно вот показывает что у человека за деле какие-то струнки да внутри души его раздражение это другое немножко а вот я не знаю как русское то слово подобрать триггер так как вот раз тебя и такой окна в точку попала а раздражение это другое немножко вот видите вы меня оговариваете я уже боюсь какие-то слова там произносить потому что все это под сомнение ставится но тем не менее я ведь сама вот уже должна говорить вам спасибо за то чтобы и комментарии пишите много совета всяких даете и вообще что смотрите меня поэтому я тоже работаю над собой и очень легко вам говорю спасибо за все но всем вам советую тоже бороться со своей гордыней благодарить людей которые вам что-то сделали где-то признать свою слабость и отметить то что человек оказался сильнее там вас умнее я не знаю вот такие вот вещи и поэтому давайте вместе учиться поэтому спасибо вам всем большое за все за все что вы делаете для меня вот так даже скажу напишите пожалуйста под видео как часто вы пользуетесь океаном морем где вы живете бассейном во дворе джакузи на хайк как часто вы ходите просто интересно посмотреть статистику может быть вы тренажеры купили домой и постоянно на них занимаетесь все всем пока поехала в сан-франциско посмотрю как там обстоят дела и расскажу вам все видео и